Сотрудничество мы в этом сезоне могли проводить два раза в месяц наши концерты, всякие разные студии соотворчества. Но поскольку уже лето, в разгаре погода сегодня, конечно, не очень концертная, понятно, что много слушателей сегодня вряд ли до нас доедут, но, надеюсь, еще доедут, потому что еще не все участники собрались. В общем, у нас сегодня такой достаточно, мне кажется, легкий познавательный концерт, ненапряжный, как мне кажется. Будут участвовать люди, которые у нас в этом сезоне как-то, может быть, в первый раз и себя заявили, если интересно, с хорошей творческой стороны. Вот и те, кто у нас часто играет. Ну, в общем, я надеюсь, что будет интересно, живо. Можно во всем этом деле соотворчествовать. Вот у нас каждый месяц проходит студия соотворчества, и там одна из целей – поиск новых авторов. И вот сегодня вы участвуете тоже в таком соотворчестве, потому что в Москве оказался Алексей Фролов, он живет в Сыктывкаре, в Москве бывает очень изредка, и, естественно, в студию соотворчества он вряд ли смог бы попасть. А сегодня вы посмотрите, как обычно мы знакомимся с новыми авторами. Вот он для нас новый автор, но уже нашел для себя вот… Почитатели. Ну, в общем-то, соратника по творчеству Александр Чернышев, который, наверное, как раз следом сыграет после Алексея. Пожелет. И потом можно уже быть с ним в интернете, пообщаться, и, ну, надеюсь, что наше соотворчество продолжится, посмотрим. Вот он к нам приехал из Сыктывкара, поэтому он сегодня вне программы, вот так откроет сегодняшний концерт. А потом, наверное, Александр Чернышев, который планировался, как раз мы думаем, что он сыграет с музыкантами, но вот как-то не сложилось. Да. Ну, ничего. Первая часть у нас будет более акустическая, но в конце там чуть-чуть будет электричество. Сейчас я подойду к пульту. Алексей, уходи.